По информации Министерства здравоохранения Хакасии, сегодня в республике нет двух вакцин для новорожденных. Это БЦЖ против туберкулеза и вакцины против полиамилита. Это как раз те препараты, которые должен получить ребенок в роддоме в первые дни жизни. И главное, на что обращают внимание врачи, непоставленная вовремя прививка не несет угрозы ребенку. Никаким образом это не влияет на здоровье ребенка. Есть одни только проблемы у родителей. В чем? Если ребенок не получил вовремя прививку по календарю национальному, у него будет ограничение для посещения дошкольных учреждений. Потому что на сегодняшний день, если нет всех прививок, то посещать нельзя. Телезрители, которые обратились к нам с проблемой, впоследствии от сотрудничества с телекомпанией отказались, объяснив это тем, что на личном приеме в Минздраве достигли договоренности, что когда вакцина поступит в Хакасию, им прививку поставят в первую очередь в обмен на молчание. Тем не менее, проблема эта есть. И дефицит вакцины для детей сегодня имеет место на всей территории России. Ситуация связана со сбоем при проведении аукциона на закупку. Вакцинами больницы снабжаются централизованно. Ее нельзя купить в аптеке. Сегодня в Хакасии нет проблем с прививками против гепатита, коклюша и дифтерии. Они еще остались в запасе. Что касается тех, которых сейчас нет, БЦЖ и полиамилитной, их можно будет поставить позже, когда препараты поступят в Хакасию. Предположительно, это будет в июне. В Роспотребнадзоре на ситуацию смотрят из другого ракурса. На фоне того, что сегодня многие родители добровольно отказываются ставить детям прививки, общая обеспокоенность ситуации можно назвать и положительным моментом. Значит, есть спрос. Елена Крылова, Мария Добрынина, Станислав Колченаев, Игорь Брюханов. Вести. Хакасия.